ребята всем привет меня зовут павел блюденов спасибо что смотрите подписывайтесь на канал и я сейчас вещаю вам из юар видите да здесь фантастическая погода сумасшедший ветер заранее извиняюсь за мою прическу и качество звука куда я прилетел вместе с аланом янилеевым чтобы сделать обзор вот на этот автомобиль ссылочка кстати на его обзор будет тоже внизу обязательно посмотрите это новое поколение audi a7 уже второе абсолютно новая машина построена на платформе mlb evo на которой вы уже видели новую audi a8 я к сожалению не катался но начну вот с этого хэтчбека а на самом деле лифтбека или даже фастбека короче поехали а Продолжение следует... Ребята, но прежде чем я начну, нужно привести машину в порядок, немножко здесь почистить от грязи. И у меня давно была идея, что должен быть какой-то сервис, который будет помогать автовладельцам, чтобы все вот эти вот такие черновые работы с машиной проводить. Съездить ее помыть, отвезти какие-нибудь там шины на дачу, съездить на автосервис, покрасить дверь, да все что угодно. И вы не поверите, сейчас такой сервис в России появился, называется он Альфред. Вы просто вызываете человека, пишете в WhatsApp или Telegram, он приезжает, забирает вашу машину, делает все вещи, которые вам необходимы и потом возвращает. Все это безопасно, стоит не очень дорого, плюс все застраховано на 5 миллионов рублей. Ссылочка внизу в описании, там дополнительные условия и скидки для моих подписчиков, так что попробуйте. Сервис Альфред. Ну а мы погнали рассказывать про машину. Хлопаем, тряпочку, спасибо, и пятерочку. Сейчас мы находимся в Кейптауне, в очень красивом живописном месте. Посмотрите, там сзади есть океан и вот эта вот машина, которая в цвете Ara Blue, это новый цвет, который дебютировал на Q7. Собственно, здесь он точно так же представлен, он вот прям классно подчеркивает эту машину. Машина, кстати, удлинилась, колесная база стала больше, поэтому место добавилось пассажирам и спереди, и сзади, и в том числе для багажа, потому что багажник тоже увеличился. И теперь он больше 500 литров в обычном состоянии и более 1300, если разложить задний ряд. Но самое главное, конечно, не это, а то, что автомобиль построен на новой платформе, поэтому он стал незначительно, но легче и эффективнее. Хотя, если говорить об эффективности, то, наверное, самое главное новшество здесь, это так называемый мягкий гибрид, потому что наша версия TFSI 55, опять же, это новые индексы, которые внедрили в Audi, я рассказывал уже как-то на автосалоне, которые говорят вам о том, насколько крутой автомобиль. Так вот, TFSI 55 соответствует автомобилю с трехлитровым бензиновым V6, который выдает 340 лошадиных сил и 500 ньютонов метров, и разгоняется до сотни за 5,3 секунды. Вот он такой вот у нас автомобильчик. Красивый. Посмотрите, вот этот Tornado Line, который была раньше, который еще Вальтер де Сильва придумал, и появилась она впервые на Audi A5. Здесь она вновь видна, вновь заметна, и машина стала такой более мускулистой. Появились дополнительные отштамповки на кузове, на боковых панелях, и это здорово. И при этом она очень хорошо узнаваема, силуэт А7 практически не поменялся. Так вот, мягкий гибрид позволяет вам сэкономить и топливо, и помочь в разгоне при обгонах или при старте с места. Совсем маленький, около 20 лошадиных сил электромотор помогает автомобилю в таких сложных ситуациях, когда очень много вредных веществ выбрасывается в атмосферу. Что вот такое новшество, которое сейчас появляется во всех автомобильных брендах. Начал это Mercedes, подхватили в BMW, и сейчас вот мы видим это и в Audi. Хотя на A8 это тоже уже было. Смотрите, какая разница. Это, конечно же, светотехника, это фишка Audi, они любят светотехнику. Они, наверное, одними из самых первых заморачивались с точки зрения внедрения светодиодов и всяких других модных технологий. И A7 не стало исключением. Посмотрите, как классно сделана задняя часть. Чем-то перекликается с Porsche, где есть объединенная вот эта вот линия габаритов и стоп-сигнала. Тренерам удалось сделать такие объемные фонари, что обычно происходит благодаря органическим диодам. Здесь, собственно, удалось это сделать с помощью обычных светодиодов. Видите, такие вот вертикальные ламели. Выглядит классно, свежо. Тем более, что если посмотреть, например, сверху, то увидите, что этот фонарь, он профилированный. Он в трехмерной плоскости, в общем, очень сложной формы. И вот те самые индексы TFSI 55. И на самом деле это большое спасение для производителей, которые уже не знают, что бы улучшить и как бы завлечь покупателя, как бы объяснить ему, что машина стала лучше, стала быстрее или еще по каким-то характеристикам. В общем, заметно модернизирована. А теперь появились такие вот абстрактные цифры. Так что можно смело ставить 60 TFSI, 65, 63, там не знаю, сколько хотите. И вы будете автоматом понимать, что здесь что-то поменялось и что-то стало получше. А по факту непонятно, стало или нет. Ну вот теперь TFSI 3 литра. Это 55 TFSI. Так, есть еще смысл показать вам переднюю оптику. Здесь, соответственно, такие же ламели. Это теперь, я так понимаю, что новый такой фирменный отличительный знак всей оптики для Audi. И, соответственно, существуют три вида разных передних фар. Это светодиоды базовые, это светодиоды адаптивные, матричные. И, соответственно, еще лазерные фары, которые интегрированы в светодиодную сетку. Это позволяет увеличить световой поток в два раза по сравнению с светодиодами. К сожалению, я не увидел информации, насколько именно далеко будет распространяться свет. Но могу вам сказать, что вот сейчас именно эти фары являются, насколько мне известно, самыми передовыми в отрасли. В свое время был Mercedes E-класса и Mercedes S-класс обновленный. Но сейчас вышли новые поколения A8 и A7. И, соответственно, они перехватили эстафету. Но здесь надо сказать, что не важно, у кого фары лучше. Важно то, что они действительно становятся все эффективнее, все правильнее. И вы действительно можете передвигаться ночью в безопасности. Кстати говоря, вам на заметку. Впервые динамический поворотник использовали в Ford на каком-то достаточно уже старом Ford Mustang. А сейчас это стало вот такой фирменной фишкой многих немецких производителей. Но для тех, кто любит быть всезнайкой, в общем, это были не Audi. И это были не немцы, а американцы. Просто немцы подхватили и сделали из этого такой вот более интересный тренд на светодиодах. И чуть не забыл то же самое, что и на Audi Q5. Посмотрите, как сделана задняя часть. Здесь такой псевдодиффузор, хромированные ободочки и выхлоп, который на самом деле находится вот здесь. Он спрятан. И звука-то его, в общем-то, и нету. А вот это у нас не выхлоп, а просто вот такая вот декорация, которая напоминает выхлоп. Но, к сожалению, это современный тренд. Начали в Мерседесе, подхватили в Audi. Сейчас это есть и в BMW, и у многих производителей. К сожалению, вот так. Но, с другой стороны, выглядит это хорошо машина. Выглядит похоже на выхлоп. Главное, чтобы звук был. А звук у нас сейчас, как вы знаете, синтезируется с помощью симпоузера. То есть, искусственный. Ну, и одна из самых больших революций, которая произошла с A7, это, соответственно, интерьер. И здесь достаточно посмотреть, как он выглядит. Если на A8 он тоже впечатлял, там тоже было три больших дисплея, то здесь появилась еще и необычная форма центральной консоли. Вы видите, что этот центральный дисплей мультимедиа. Теперь вот такой имеет еще необычную форму, которая интегрирована в центральную консоль. Выглядит, конечно, потрясающе. И здесь вообще без каких-либо вариантов. Потому что, с одной стороны, дизайнеры умудрились уменьшить количество элементов, ну, разместив все в дисплеях. С другой стороны, смогли обыграть те формы и линии, которые есть в Audi. И плюс добавить сюда, конечно, суперпотрясающие и качественные материалы. Поэтому интерьер выглядит просто роскошно. В первый момент у вас прямо возникает такое чувство «Вау». Хотя потом появляются и другие ощущения, потому что, как часто бывает, красота не очень хорошо работает вместе с функциональностью и эргономикой. И здесь, к сожалению, именно такой случай. Это новая мультимедиа-система, сенсорный экран. На удивление, работает не так быстро, как хотелось бы для 2018 года. Но привыкнуть можно, вроде бы нареканий нет. Думаю, что это один и тот же производитель, который делает мультимедиа для Porsche. По крайней мере, ее производительность очень сильно похожа. Есть небольшие залипания, есть какие-то погрешности с точки зрения работы именно по скорости. Но в остальном все приятно и с таким вот еще ощущаемым кликом. Ну и здесь вот еще одно новшество. Это второй экран, который заменил все кнопки по управлению автомобилем и климатической системой. Соответственно, наверху у вас есть всяческие менюшки, которые позволяют вам включать или выключать те или иные опции. Ну а здесь вот все посвящено климат-контролю. Но тоже надо сказать, что сделано это с точки зрения удобства не очень хорошо, потому что вам нужно находить, во-первых, эти зоны. Сейчас, конечно, мне все вспомнят Теслу, про который рассказывал. Но Тесла была слишком инновационным автомобилем, поэтому там можно было это простить. А здесь все-таки автомобиль скорее традиционный. И какие-то вещи, конечно, хотелось бы, чтобы они были понятнее и удобнее. К примеру, вот хотите вы включить вентиляцию сидений? И где бы ее здесь найти? Оказывается, что ее здесь просто нет. А вот это вот значок регулировки вентилятора обычного и никак не связан с вентилятором. Видите, выключить еще невозможно. Никак не связано с вентиляцией сидений. Появилась еще ионизация. Ну и, собственно, все. Здесь уже больше зависит от опций, которые у вас установлены в автомобиле. Drive Select переехал вот сюда. Здесь, соответственно, вы нажимаете для того, чтобы выбирать разные настройки мехатронного шасси. Правда, почему-то показываются они вот на этом экране, а не на нижнем, как можно было бы предположить. И здесь, соответственно, вы выбираете режим. Авто, комфорт, efficiency, individual и так далее. Если говорить об individual, то вы можете настраивать и работу коробки, и двигателя, подвеску и, соответственно, рулевое управление. У задних пассажиров появилась вот тоже такая регулировка климат-контроля. С приятным кликом все это работает. Но, к сожалению, тоже не так удобно, как обычные механические крутилки. Вот я сейчас сижу, сейчас попробую сам себя снять. Одному без оператора, конечно, сложно работать. Мой рост 1,78 м, и места здесь еще хватает. Так что, если вы не 1,90 м и выше, то, наверное, здесь вам будет, в принципе, достаточно комфортно. Тем более, что задний диван сделан профилированным. Здесь удобно сидеть. И я думаю, что какое-то время вы сможете путешествовать на Audi A7, в общем, без проблем. Конечно, очень невероятно то, что мы оказались в ЮАР. У нас леворульные автомобили, все они произведены в Германии специально для тестов. Ой, я уже поехал по правой стороне. Вот. Но движение здесь левостороннее, почти как в Японии. Соответственно, нужно привыкать головой, что нужно держаться левее. Вот она, новая мультимедиа. Прямо сейчас мне нужно выключить ее разговор. И, пожалуйста, попробуйте. Попробуйте это быстро сделать. Вот все современные вот эти вот мультимедиа, конечно, технологии раздражают именно тем, что вас не получается взять и вот так вот сходу разобраться. То есть никакой интуитивности здесь, конечно же, нету. Что делать с этим? Может, ее просто выключить пока? А вот Voice Guidance нашел. Что из интересного нужно отметить? Новая платформа, которая подчеркивает легкость и простоту управления этим автомобилем, здесь как никогда кстати. Тем более, что стоит трехлитровый бензиновый мотор, более чем достаточный для того, чтобы вам ездить в повседневном режиме, но на самом деле и очень динамичный для того, чтобы ехать быстро. Хотя, в первую очередь, конечно, в Audi подчеркивают то, что эта машина оснащается фактически всеми функциями и сенсорами для ко-пилотирования и для автопилота, который будет доступен в конце этого года. Уже сейчас машина может ездить сама на скоростях до 60 км в час, может сама уезжать на паркинг и сама возвращаться по вашей команде. То есть это что-то такое совершенно невероятное из будущего. Но в этой машине это уже есть. Здесь у нас платная дорога. Смотри, как странно, платная дорога оплатить надо справа, да, в окошко? Ну, потому что рули-то правые, бро. А, точно. Я думаю, что что-то не сходится. В нашем автомобиле установлена пневматическая подвеска. Ну и плюс здесь доступно большое количество всяких опций и систем и развлечения, и безопасности. В том числе уже в базе идет радар, который, соответственно, отвечает за автоматический адаптивный круиз-контроль, за системы Audi PreSense и остальные, которые помогают вам избежать аварии. То есть в случае необходимости машина будет сама тормозить, сама останавливаться, отслеживать пешеходов, попутный встречный транспорт и транспорт, который движется перпендикулярно вашему движению. Поэтому в этом плане это, конечно, огромный шаг вперед с точки зрения безопасности. Это, наверное, не самые новые технологии, которые есть у Audi и вообще у Volkswagen Group, но сейчас они появляются уже в стандартном оснащении, и, на мой взгляд, это самый принципиально важный момент, который нужно отметить. Что еще? Двигатель был модернизирован, соответственно, это Евро-6. Сейчас доступно дизель 3 литра и бензин 3 литра. В бензиновом варианте это 340, а не 333 л.с., как раньше, и 500 ньютон-метров, но при этом машина осталась такой же по характеристикам, это 5,3 до сотни, и искусственное ограничение в максимальной скорости 250 км в час. Агрегатируется этот двигатель с 7-ступенчатым S-троником, то есть роботом с двумя сцеплениями, ну а в случае с дизелем там устанавливается классическая ZF, 8-ступенчатая гидротрансформаторная коробка. Вот, но, опять же, на ходу машина невероятно комфортная, невероятно тихая, очень сильно инженеры постарались над тем, чтобы еще сделать машину тише, и у них это получилось. Здесь такие же двери без рамы, как и раньше, но стоят двойные стекла, тоже как раньше, но при этом машина, не знаю, на сколько процентов, но гораздо тише, чем старая. Практически ничего не слышно, вот, как обычно моя камера, там дребезжит, но практически ничего не слышно, когда вы едете, и это, конечно, впечатляет. Уровень ощущений от вождения автомобиля уже выходит еще на следующий уровень. Это здорово, да, вам согласен? Инфа 100%. Инфа сотка, да. Система развлечений, вся электроника, мультимедиа, все это сделано заново. Ну, опять же, мы это видели в А8, я не видел, я не ездил, но это все было в А8, теперь это появилось в А7, и очевидно, что будет постихоньку спускаться вниз ко всем моделям, к новой А6, которую в этом году покажут, и так далее, и так далее. Пользоваться всем фантастически приятно, все понятно, все здорово, единственное, конечно, за счет того, что они убрали мультимедиу, то, что я говорил, эти все экраны управления климат-контролем, вам нужно привыкать, и найти что-то так вот сходу достаточно тяжело. Слишком много функций, слишком сильно перегружены, конечно, эти экраны, и для того, чтобы быстро понять, а, там, мне сейчас вот сюда, или там, а, мне вот сюда, нужно какое-то время, нужно привыкать. Но, к сожалению, как я уже говорил, я, в общем-то, не очень люблю такие вещи, когда они делаются только ради того, чтобы показать, что у нас есть такая штучка. В любом случае, это современный тренд, и все производители движутся именно в этом направлении. Никто не собирается делать, знаете, просто удобную, классную мультимедиу с минимумом кнопок, а делают вот такие вот всякие навороты из дисплеев, из глянцевого пластика и всей остальной мишуры. Что-то как-то мы никак не можем выехать на дорогу, чтобы немножко проехаться чуть-чуть побыстрее, потому что все-таки, несмотря на такие же характеристики, как и в предыдущем А7, все-таки 5,3 до 100, это очень много, это более чем достойно. Хотя, если сравнить с конкурентами, а конкуренты сейчас, как вы знаете, не дремлют, это новый Mercedes-Benz CLS, который показали совсем недавно, про который рассказывал, он разгоняется гораздо быстрее с похожим двигателем. Он разгоняется менее чем за 5 секунд, за 4,8 или там за 4,7 даже сейчас, не могу вам точно сказать. И это значительно, если сравнить это в динамике с этим автомобилем. Но, с другой стороны, возможно, что в Audi как раз позиционирует А7 как, скорее, гранд туризма, как машина, которая предназначена не для того, чтобы гоняться на светофорах, а для того, чтобы ехать на дальние расстояния. Именно поэтому она такая комфортная, тихая и удобная. И в этом плане, конечно, здесь придраться тяжело. Тем более, что S-Tronic, опять же, пока она не сломается, вы знаете, что это, наверное, одна из самых лучших коробок, доступных на рынке, потому что она моментально переключает передачи, она действительно экономит топливо. В общем, она, я говорю, пока она не сломается, она просто супер. И здесь это все есть, это все подчеркивается. В общем, класс. Вот как вы думаете, какие минусы есть у этого автомобиля? Мне кажется, что минус, на самом деле, это вот эта навороченная мультимедиа, которая будет первое время, по крайней мере, точно выносить вам мозг. И с точки зрения эксплуатации, и, возможно, с точки зрения сервиса. Это потому что, как показывает практика, сейчас все производители разучились делать стабильную электронику. Она постоянно подглючивает. Вспомните Range Rover Velar или Audi TT, у которой выключался, соответственно, virtual cockpit. Второе, это то, что, соответственно, эта машина не такая быстрая, оказалось, как могла бы быть. Да. И третье, это то, что она будет дороже, будет заметно дороже. Сейчас производители еще на старых моделях держат цены на российском рынке. Ну, опять же, это информация, которую я повторяю из раза в раз. И она очень печальная. Не то, что я там привык к ценам, да, но после кризиса автомобили остались практически такими же по цене. Начали очень медленно расти, хотя разница в курсе была в два раза относительно евро или рубля. И поэтому новые модели уже никто не субсидирует, никто не, скажем так, не придерживает цену за свой счет. А уже цены очень сильно взлетают, растут, и вы это можете видеть по всем новым моделям, которые выходят. У них сразу идет огромный прирост в цене. Если старая сейчас стоит 3,7, да, 3,7? Да, 3,7 старая. То наверняка новая модель будет стоить от 4 миллионов, а возможно, даже и выше. Так что вот такая реальность. Ну и плюс еще новая Audi A7 пока будет доступна с топовыми моторами, трехлитровыми, а текущая A7 доступна и с двухлитровым бензиновым мотором, который, соответственно, позволяет продавать ее дешевле. Ну и здесь мы доехали до небольшого серпантинчика. Очень красивая живописная дорога, на которую, собственно, можно проверить, как машина ведет себя в динамичном режиме. Сейчас я включил как раз динамик. Очень адекватно, здорово управляется. И теперь здесь стоит полонуправляемое шасси. Соответственно, задние колеса, так же, как и во многих сейчас современных автомобилях, умеют подруливать. Для этого специальная система установлена на задней оси и на больших скоростях, больше 60 км в час, они поворачивают в ту же сторону, куда поворачивают и передние колеса. Соответственно, машина у вас так смещается в бок. Ну а на маленьких скоростях они поворачивают в другую сторону. Таким образом у вас сокращается виртуальная колесная база, сокращается радиус разворота. И машина становится более проворной. Это хорошо чувствуется на такой дороге, потому что машина очень юркая. Вы не ощущаете того, что она у вас длинная. В общем-то, на самом деле, это же такой длинный крокодил, 5 метров. Но по ощущениям он вот такой вот юркий, легко поворачивает, легко следует повороту руля. И здесь, в этом плане, как раз у меня спрашивали про Kia Stinger, там чуть-чуть не хватает вот этих настроек. Здесь все идеально. Все-таки не зря много-много лет и Audi, и все остальные немецкие производители допиливают, доделывают, дорабатывают. Знаете, вот миллиметр за миллиметром, шаг за шагом свои автомобили, чтобы они чувствовались водителем как единое целое. И здесь, конечно, это есть. Даже несмотря на настройки на комфортную езду, несмотря на то, что здесь достаточно легкий и, может быть, чуть-чуть пустоватый руль, с точки зрения управляемости и понимания, что происходит с автомобилем, это, конечно, великолепно настроенный автомобиль. Здесь не придерешься. Едем сейчас 36 километров в час. Такой очень абразивный асфальт, и вообще ничего не слышно. Чуть-чуть только шумят шины, и то, скорее, это вибрация. Это в спорт-режиме. Это в спорт-режиме, да. Здесь я могу сейчас поставить комфорт. Вот, кстати, тоже неудобно абсолютно сделано управление драйв-селектом, потому что первое нажатие, если у вас не активирована эта функция, она, соответственно, холостой, она активирует, и только потом вы уже можете переключать. Ну и, опять же, кнопки сенсорные, поэтому их так на ощупь очень тяжело нащупать и понять, куда вам нажимать. Завтра я сяду на дизельный автомобиль и посмотрю, чем он отличается от бензинового, но пока в целом впечатления, конечно, очень приятные. Как и обычно в Audi, чем они, собственно, хороши, за что их любят. Машина очень понятная, очень спокойная, очень комфортная. Вы садитесь и просто вот в тишине, в покое, в удовольствии начинаете ехать. Куда бы вы ни посмотрели, везде все красиво. Что бы вы ни потрогали, везде все приятно. В общем, ну, класс, класс. Машина, конечно, супер. Так что, вот такие дела. Ну, а завтра уже дизелек. Ну что, ребята, сегодня я оказался за рулем трехлитрового дизеля, как я и обещал. 286 лошадиных сил. Такой же мягкий гибрид, что самое интересное, как и бензин. Раньше такого вообще не встречалось ни у кого. Ну и 620 ньютон-метров позволяют разгоняться этому автомобилю с этим мотором за 5,7 секунды. То есть очень быстро, очень хороший результат. Но проблемы все, в принципе, те же самые, что и у бензинового мотора. Звука здесь, естественно, нет. Звук у дизеля, в принципе, всегда не очень интересный. Да, если инженеры в SQ7, например, попробовали что-то с этим сделать, то здесь они уже ничего не пробовали, никакого выхлопа нет. И только вот звук мотора. Но, правда, здесь нужно сказать, что сам звук мотора не похож на дизель. Это такое не классическое тарахтение, как мы обычно привыкли видеть, да, слышать тракторное. А просто какой-то, ну, такой гул двигателя внутреннего сгорания. Так что в этом плане все неплохо. И вчера я совсем забыл вам рассказать одну еще очень важную тему, про которую просто организаторы совсем не рассказали, умолчали, так сказать. Но это система полного привода Quattro. Все мы любим полный привод Quattro, постоянный полный привод Quattro, который ставился до последнего времени на все автомобили. Но какое-то время назад в Audi решили, что нужно сделать конструкцию попроще, подешевле. И начали внедрять Quattro Ultra. Внедрялась эта технология потихонечку. И инженеры говорили, что, в общем, особых различий не будет. Задний привод будет подключаться незаметно, очень быстро, когда он будет нужен. Так что вы будете просто экономить топливо и получать более такой эффективный автомобиль. Но по факту выяснилось, что теперь Ultra ставится и сюда, в А7. Просто об этом никто не говорит, этого нигде не написано. Но у дизеля есть преимущества. У дизеля стоит классический полный привод, точно так же, как и классический гидротрансформаторный автомат, который надежный, который понятный и так далее и тому подобное. И это, наверное, одно из самых главных преимуществ именно дизельного автомобиля. Я, к сожалению, не знаю, сколько будет стоить эта машина в России. Это, кстати, хороший вопрос. И специально для вас я подготовил подборку на Авито Авто. Если вы посмотрите, то сейчас очень хорошее время, чтобы купить Ауди А7 в предыдущем, в текущем кузове. Потому что сейчас, пока не вышла новая модель, старые будут очень активно продавать. И они, в общем, будут продаваться по очень хорошей цене. Если сейчас А7 стартует с 3,7 миллиона рублей за 2-литровый мотор, а 3-литровый начинается от 4 и 300 тысяч, то, скорее всего, новая машина будет стоить гораздо дороже. Поэтому сейчас самое время купить Ауди А7 предыдущего поколения. Так что посмотрите, ссылочка внизу. Там есть подборка машин, которые вы можете купить за эти деньги. На выбор будет, кстати, доступно 3 вида подвески. Первый вариант – это обычная подвеска. Второй вариант – это с регулируемыми амортизаторами. И третий вариант, который как раз стоит в нашем автомобиле – это пневматическая подвеска, которая точно так же регулируется и по клиренсу, и по жесткости. И вот мои коллеги из разных изданий говорят, что машина оказалась в любом случае очень жесткая, но у них абсолютно такая же машина на пневме. И я с ними абсолютно не согласен, потому что мы ехали и по брусчатке, и вот здесь вот лежачие полицейские. И машина достаточно мягко и хорошо их проезжает, и я, честно говоря, вообще не ощущаю никакой жесткости. И, в принципе, Audi A7 как раз славилась тем, что она была достаточно неплохо сбалансирована по жесткости подвески. Если A8, например, часто ругали, что она слишком жесткая, и для такого формата автомобиля хотелось бы иметь более мягкую подвеску. И вот даже те люди, которые поездят уже на новую A8, говорят, что ничего не поменялось, хотя инженеры Audi обещали, что будут изменения. Но вот здесь я вижу, что все, в принципе, хорошо и все нормально. Машина хорошо управляется и при этом обладает очень комфортной, очень мягкой подвеской. Опять же, если вы переключитесь в Dynamic, то все будет по-другому, машина становится более жесткой, вы начинаете чувствовать и профиль асфальта, и какие-то ямки, и еще что-то. Но при этом в комфорте машина исключительно комфортна и дарит вам приятное ощущение от вождения. Поэтому здесь, видите, на вкус и цвет все фломастеры разные, но впечатления у многих, получается, расходятся. Мне показалось, что машина мягкая и комфортная. Вот, смотрите, брусчатка. Мы едем по брусчатке, здесь периодически встречаются лежащие полицейские. Вот такая вот дорога. Она, в принципе, достаточно ровная, но если, не знаю, камера видит или нет, есть небольшие волны. Поэтому, например, на автомобиле с жесткой подвеской машина бы постоянно вот так вот подпрыгивала на всех этих неровностях, потому что, ну, понятно, что уложить плитку невозможно, как асфальт, чтобы он был идеально гладким. Вот. И вот мы едем в комфорте, и все нормально. Сейчас я переключусь в дайномик. Все-таки неудобно эти кнопки, конечно, сделаны. Вот начинаешь пользоваться и понимаешь, что ерунду сделали. И вот в дайномике уже чувствуется больше вибраций, даже руль начинает вибрировать. Машина начинает чувствовать профиль, и она становится жесткой. Это понятно. Но в комфорте все абсолютно нормально. Очень ожидаемо и хорошо работает связка двигателя и коробки. Посмотрите, разгон очень легкий, динамичный. Автомобиль, хотя и медленнее бензинового, но по ощущениям, мне кажется, даже приятнее за счет, наверное, того, что очень много крутящего момента. Поэтому в любой момент вы нажимаете на педаль газа. Вам не обязательно переключаться вниз. На несколько передач достаточно там сбросить на одну. Это все, в принципе, автомат делает легко и правильно. И машина начинает очень хорошо интенсивно разгоняться. Но это самое главное. Я вообще уже много раз говорил, что я в последнее время зафанател от дизеля. Насколько он удобный в повседневной эксплуатации. Насколько он хорош. Именно современный дизель с точки зрения динамики, когда она вам нужна. Не когда вы едете там в отсечке, а когда вы едете в городе, вам нужно резко перестроиться или кого-то обогнать на трассе или еще что-то. То за счет того, что у вас нет такого большого количества переключения передач вниз, вы чувствуете себя гораздо комфортнее. Машина как бы делает все проще. Раз и поехали. Это то, что меня больше всего впечатлило в Тесле. Когда у вас всегда есть нужная передача, потому что у вас просто нет передачи. И вы нажимаете на газ, и машина просто получает дикий пинок под зад и разгоняется. Несмотря на то, что, в принципе, какие-то там, наверное, не самые топовые характеристики в Абсолюте были на Тесле Model 3. И здесь вот то же самое. Вот я чуть-чуть нажимаю, без переключений автомобиль очень резво начинает ускоряться. Вы смотрите. Здесь даже так ездить, в принципе, нельзя. По такой дороге здесь не так комфортно. Но это, конечно, большой плюс. И еще хотел сказать по поводу того, что машина стала легче. Она снизила вес на 70 килограммов за счет новой платформы, за счет большого количества использованного алюминия. Причем алюминий использовался именно в силовой структуре кузова, а не в каких-то там внешних панелях. Так вот, за счет того, что новая платформа, специальные материалы, машина стала легче, но не стала быстрее. Из-за того, что здесь добавилось очень большое количество всяких систем безопасности. Включая и активный радар, включая и 48-вольтовую электрическую сеть, которая, опять же, обеспечивает как раз этот двигатель этим вариантом мягкого гибрида и так далее. В общем, здесь очень много всякого барахла появилось, которое нивелировало вот эту разницу в весе. А это достаточно большая разница, 70 килограммов, это все-таки прилично. Но при этом машина сохранила динамику, что тоже хорошо. То есть она могла стать еще медленнее, но медленнее она не стала, но при этом сохранила динамику. Единственный момент, что, по идее, этот мягкий гибрид должен работать в двух вариантах. Когда мы едем просто так или отпускаем педаль, он должен просто глушить мотор. Но у нас почему-то этого не происходит. А когда вы начинаете обгонять, соответственно, он начинает подключаться. Но, опять же, делает это достаточно незаметно. Но мы тоже этого не можем никак ощутить. Это, конечно, немного странно. Но, возможно, что просто сейчас, может быть, какой-то, не знаю, режим движения не очень хороший. Или жарко, или еще что-то ему не нравится. Поэтому в реальности никакого мягкого гибриды почувствовать я не могу. Но, в целом, это будет интересный вопрос. Сколько будет стоить дизель, сколько будет стоить бензин? Что будет лучше продаваться? Потому что, на мой взгляд, дизель, по крайней мере, в обычных вариантах, если мы не рассматриваем версии S или RS, то он даже, наверное, предпочтительнее и работает как-то адекватнее и понятнее. И по всем характеристикам лучше. И расход топлива, и крутящего момента здесь, конечно, гораздо больше. И так далее, и так далее. Спасибо, что смотрели. Вот такой тест-драйв. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Посмотрите обязательно обзор от Алана Ненелеева. Он снял аж два видео, а может быть, даже и больше. Все ссылки будут внизу в описании. И спасибо, что смотрите. До новых встреч. Пока. Ну как, бро? Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова